Сержант Ступок, ваши документы. Здравствуйте, мы на регистрацию в ЗАГС опаздываем. Я вижу, вижу, что не в роддом. Хотя и сейчас и такие свадьбы бывают. Валентин Буев? Луев. Ладно, Валентин Луев. Будем оформлять. Мы же ничего не нарушили. Не нарушили? Нет. Ну, вы же сказали, что вы спешите. Да. Вот и превышение скорости. Ладно, я понял. Может, давайте как-то договоримся? 50 гривен? Ты серьезно? Да. Это все деньги, которые я на выкуп невесты отложил. Ты собирался выкупать невесту за 50 гривен? Да. Да тебе только за это можно штрафовать. Блин. Пожалуйста, ну, отпустите нас. У нас через 10 минут регистрация. Ага. А ну еще раз повтори. Через 10 минут регистрация. Шампанское. Шампанское. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. О-о-о-о. Все. Не, ну… Права изымаем. Не, ну так это выкуп же. Это же традиция. Ага. Традиция. Хорошая у вас традиция. Так, что здесь происходит? Ничего у нас тут не происходит, девушка. Вы вообще можете вернуться в автомобиль. Мы оформляем пьяного водителя за рулем. Да какой он пьяный водитель? Он выпил всего один глоток шампанского на выкупе и все. Вот так вот на суде и скажете после того, как он собьет человека. Так, папа, хватит. Отдай Сашу права и мы поедем в ЗАГС. Никуда вы не поедете. Я все равно выйду за него замуж. Не выйдешь за чего нищеброда? Никол и мы, гаишники, не породнимся с этими инженерами. Не инженер, а конструктор, папа. Не, я тебе не папа. Я сержант Ступко при исполнении, между прочим. Могу и ***. А мама говорила, смелый в рай в шалаше. Шалаш этот нужно еще на чем-то построить. А у него ни участка, ни мозгов. Знаешь, папочка, мы все равно доедем, понял? Ви, Вито. Вот так вот. Правильно? Ты думаешь, якийсь идиот остановится сам по своей воле биле поста ДПС? Да я ж по-хорошему, по-людски хотел. Я уже подарунки унукам купил. Какие подарки? Свисток и вот эта вот палочка? Очень хорошо. Спасибо, папа. Я тебе говорю, я не выйду замуж за твоего напарника. Таин классный мужик. Да при чем здесь я это? Ну не люблю я его, не люблю. Да хрен с ним не любишь, не люби. Да хватит нам одного гаишника в доме. Вообще, лучше б ты был космодавтом. Все, мы пошли пешком. Пошли дальше. До свидания, папа. Иди! А ты стой! Стой, я сказал! Ну как так? Мама судья, дед прокурор, а вон она вколована така врубилась. Нагуляла, Светка. Точно с *** нагуляла. Ну все, может хватит уже? Давай еще лопатку. Давай еще лопатку. Вот тебе все, хватит. Все равно там наверху их считать никто не будет. Никого читаю. Всем стоять! Может ты чего, обалдел что ли? Это вы обалдели! Вы! Ну, такие налоги на растаможку поставили. Ладно, мужик, можешь ничего не платить. Просто так проезжай. Конечно. Я не буду никуда проезжать. Я пришел протестовать против таких налогов на растаможку автомобилей. Спокойно, мужик, спокойно. Возьми мой рейндж и едь. Я не такой коррупционер, как вы. Народ против налогов. Но мы же обычные работники. Мне все равно. Передайте своему начальству, чтобы оно снизило эти налоги и вообще убрало растаможку. Да кто нас послушает? Мы же обычные работники. Мне все равно. Я буду стоять здесь до конца. А конец у нас через... Тихо, тихо, мужик. Спокойно. Главное не нервничать. Сейчас мы что-то придумаем. Там... Да. Ага. Есть идея, как доставить тебя наверх. Мы тебе поможем. И, значит, вот там в министерстве найдешь Бычкова Николая Леговича. Ага. Вот все ему претензии и передай. Спасибо, мужики. И попроси счет таможенникам зарплату повысить. Хотя нет, про зарплату ничего не говори. Да, просто скажи, чтобы к таможенникам по-человечески относиться стали. Ага. Ага. И смотри, до министерства доедь. Не рвани по дороге. Хе-хе-хе, так это ж муляж. Ты только там никому не говори. Мы же поверили. Ага. Все, давай. Вперед на Киев. Фу, слушай, я что-то перепугался с этим как-то вообще. Пойду схожу. Ты опять в туалет? Это что-то прикрутило. Бери гривны, я не знаю, или белорусские. Что ты вот это вот... На троих. И долго ли мне ждать мой кофе? Простите, Альберт Валентинович, я совсем забыла, что вы любите кофе без сливок и сделала его вам с сахаром. Накажите меня, накажите меня срочно. Какая ты бестолковая, секретарш. Дорогая, я дома. Как дома? Он же завтра тушит. Ой, как же я устал на этой работе. Альберт Валентинович, Альберт Валентинович, всем нужен Альберт Валентинович. А ты чего это тут в кровати, в моем галстуке? Я хотела поиграть с тобой в ролевые игры. О, отлично. Шашки, шахматы, нарды, все что угодно. Саша, ролевые игры. Ну смотри, я... Я завяжу тебе глаза, а ты будешь ходить меня искать. Так, значит, я тебя буду ходить искать, когда я тебя найду. Потом, значит, я тебе завяжу глаза, буду от тебя убегать, и ты будешь искать меня. Класс. Саша, ты что, тупой? Что? Я завязываю тебе глаза, ты меня ловишь и делаешь самой все, что хочешь. А что я хочу с тобой делать? Тебе, короче, зачем глаза завязывать? Ты понимаешь, так обостряются ощущения тактильные. О, давай пробовать. Давай. Давай. Так. Так. Так, хорошо. Я буду ходить и хлопать. Да. А ты за мной. Хорошо. Выходишь такой. Отлично. Все. Так, громче хлопай, не ресницами, ладошами хлопай. О! А-а-а, сейчас я тебя найду. Сейчас, сейчас я тебя... Ай, твою! Ох, а руки какие у тебя! Пицуха! Ты в спортзал ходишь, да? Ох ты, а какие хорошие нежные руки! А пальцы какие длинные! Ты что, на пианино ходила? О-о-о! Слушай, круто! А-а-а! Ой, опять спиной повернулась. А-а-а! Да что ж ты спиной-то все время поворачиваешься? Слушай, да, Янчик, действительно, ощущения совсем другие. На краю! А-а-а! Георгий Савыч, если вы по поводу моего шестого Б-класса, то я скажу, что они отличные ребята и ведут тебя всегда хорошо. Нет-нет-нет, я... Я бы не смел вас вызывать по поводу такого мелкого события. Я вас выбрал... Простите, не выбрал, а вызвал. Я вас вызвал по личному вопросу, если позволите. Как по... Знаете, вы простите, но я замужняя женщина? Ну да, конечно, вы не подумайте ничего. Вы вся такая эффектная, модная женщина. Я поэтому хотел бы, чтобы вы опытным женским взглядом посмотрели на эти два украшения и помогли мне выбрать одно из них. У моей матушки Ульяны Игоревны юбилей, 75 лет. А выбрать из этих двух украшений одно просто не хватает сил. Хорошо, давайте, конечно же, я помогу. Если можно. Так, это неплохое. Спасибо. А это... Ой, какая прелесть! Еще эти инициалы. Да-да. У Яны Игоревны. Класс! Слушайте, вы знаете, наверное, лучше эти. Правда? Да. Я вот тоже так думал, но не решался. Спасибо вам большое, Елена Павловна. Вы меня очень помогли. Конечно, на вас эти украшения смотрятся намного более эффектно. А-а-а! 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 Что? Захомутала таки, сучка-завуча, да? А мне говорила, что он старый хрыщ. Это правда? Я ничего подобного не говорила. Вы что? Софья Николаевна, вы все не так поняли. Я не так поняла. Я все правильно поняла, что вы тут вдвоем во время и после уроков не классным чтением тут занимаетесь. Софья Николаевна, прекратите. Да что? Правда, очко режет, да? Что вы такое говорите? Георгий Александрович, у нас с ним ничего не может быть. Ах, ничего не может быть. Что вы говорите? А я-то думаю, почему у нее в кабинете доска новая и карта мира ламинированная. Так вот еще и колье себе успела отхватить. Софья Николаевна, вы понимаете, что это колье? Юрий Александрович хотел подарить своей матушке на 75 лет. Вот-вот здесь инициалы даже есть у Ильяна Игоревна. Это моя матушка. А вы думаете, что я такая глупенькая, наивная дурочка, да? А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Вот вам, а не колье, Ульяна Игоревна! Да У и И – это учительница истории! Вот! Вот тебе! Прекратите! Софья Николаевна! Я ненавижу! Кажется, звонок! Простите, Ирина Павловна! Прекратите это сейчас же! Софья Николаевна, что сейчас перед нами произошло? Вы хотите сказать, что я был свидетелем сцены ревности? Кошмар! Вы, человек с высшим образованием, не могли этого заметить? Да я вам каждый день глазик строю! Да? А я думал, это у вас нервный тит! Хотел посоветовать вам специалиста! Боже мой! Софья Николаевна, что вы делаете? Жора! Софа! Жора! Софья! Жора! Жора! Подождите, подождите! Все должно быть изумительно красиво! Бери меня! Я сумочку и журнал забыла! Отойди от меня! Извращенец! Накинулся на меня, как животное! Хорошая парочка из вас получится! Проститутка и маньяк! Простите, Ирина Павловна! Звонок, кажется! Ирина Павловна! Я могу тебя обидеть! О, Господи! А ну, пошла! А ну, пошла! Давай! На краях! Доктор, ну, почему вы мне не верите? Я же их видел точно так же, как вас сейчас! Ну, понятно, понятно! И какие они были? Зеленые? Нет! Такие же, как мы с вами! В белых халатах! Нет! В рабочей форме! И главное, работали! А, так они еще и работать умеют! Конечно! Они же за это деньги получают! Вот это вот абсолютная чушь! Никогда не слышал, чтобы они работали! Поверьте мне, доктор! Вы видели, да? Я видел! Скажите честно, употребляли? Абсолютно трезвый! Тем хуже для вас, тем хуже! Доктор, я прошу великодушно меня простить! Не знал, что у вас потерялись! А, нет-нет-нет! Очень интересный случай! Проходите! Ну-ка! И что? Опять Наполеон? Нет! Тут все намного интересней! Человек утверждает, будто видел собственными глазами, что украфтодоровцы работают в сухую, солнечную погоду! И кого тут идеально ровный асфальт по технологии! Что вы говорите? Это же очень интересный случай! Это же сюрреалистические галлюцинации! Да какие галлюцинации! Я своими глазами видел! Абсолютно ровный и качественный асфальт! По технологии! По немецкой! Да-да-да! Вот вы такое видели! Я? Я же не сумасшедший! Вот и я не видел! А человек утверждает, будто наблюдал! А он, случайно, не… Говорит, что абсолютно трезв! Очень интересно! Абсолютно ровный и качественный асфальт! Да? Да! Прекрасно, прекрасно! Вы, голубчик, не волнуйтесь! Мы вас обязательно вылечим! Да я… А вас, доктор, разрешите поздравить! Это прекраснейший случай для того, чтобы написать докторскую диссертацию! Кстати, интересная мысль! А пока я его помещу в палату к начальнику ЖЭКа! Как думаете? А, это тот, который говорит, что зимой у него всегда есть отопление, а летом всегда из крана течет горячая вода! СМЕХ Пусть не рассказывает! Вы будете прекрасно проводить время! СМЕХ Фантазии, фантазии, фантазии мои! Мама, нет, я не буду всю жизнь ходить в девках! Ну, просто у меня на первом месте работа, а потом уже отношения! Все, пока! Я не могу долго разговаривать по рабочему телефону! Пока! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, мамочка! Я по-прежнему занята! Да не волнуйся-то, я найду себе кого-нибудь! Нет, мне не надо искать! Все, мама, не волнуйся! Пока! Кладу трубочку! Каждый день одно и то же! Всем стоять! Это ограбление! Я стою, только не стреляйте! Ага! Сыночка, куда ты так рванул? Я за тобой не успеваю! Мама! Я тебе сказал стоять на стрёме! Я всю жизнь стою на стрёме ради собственного сына! А ты шапку не надел, не покушал! И сто процентов ты без подштанников! Мама, при чем без подштанники? При чем тут шапка? Я на работе! Так! Так, а вы это... Быстро на пол! Быстро! Хорошо! Только не стреляйте! Ты с ума сошел! Девочке еще рожать, а ты ее на пол! Девушка, девушка, подождите! Поднимайтесь! Руки медленно опускайте! Медленно опускайте! Ой! Вы без кольца? Вы не замужем? Не замужем! Просто у меня то работа, то ограбление, то некогда! Боже, какая прелесть! Мой Женечка тоже не женат! Мама, что ты наделала? Ну зачем ты сказала мое имя вслух? Это же ограбление! Подождет твое ограбление! Посмотри на девочку! Какая красавица! Умница! Не замужем! Укради ее сердце! Мама! Не мамкой мне! Девочка занимается серьезным делом! Не то, что ты всю жизнь игрушками играешься! Это не игрушка! Это огнестрельное оружие! Подострельное! Я тебя ему покупала в детском мире! Ты уже забыл? Мама! Иди знакомься и сними эти колготы! Не позорь меня! Может не надо? Надо, Женечка! Я хочу внуков! Ой! Меня Женя зовут! Я знаю! Ваша мама сказала! А я Вика! Давай, как я тебя учила! Я Вика! А? А может, сегодня сходим куда-нибудь? С удовольствием! У меня сегодня только ограбление! А значит, рабочий день закончен! А может, в театр? В театр? Я люблю театр! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! В кино! На последний ряд там, где места для поцелуев! Но в кино так в кино! Давайте-давайте-давайте! А вы мне сразу понравились! Ну, а меня еще никто вот так не грабил! Извини! Извини! Ну, идите-идите уже! Идите! Извините! Идемте! Алло! Людмила Леонидовна! Людочка, здрасьте! Докладываю о завершении первого этапа операции «Внуки». Моя Болтус и твоя трудоголечка пошли таки в кино! На последний ряд! Места для поцелуев! Так, а я объявляю о начале второго этапа! Плохая контрацепция! Выдай им проколотые! Я надеюсь, что у нас таки будут «Внуки»! Ой, кто еще подумает о продолжении рода в этой стране, как не мы с тобой! Свежие креветки! Свежие креветки! Свежие креветки! Я говорю, свежайшие креветки! А что же вы орете так? Здрасьте! Здрасьте! Почем креветки ваши? Недорого! Кто-то тут сказал «креветки», да свежие креветки у Светки! Кстати, Светлана! Да, да! Вначале креветки у Светки, а потом от отравления таблетки! Берите мои, мои свеженькие! Женщины, успокойтесь! Здесь все просто! У кого сколько стоят эти креветки? Мужчина, ну о цене всегда можно договориться! Главное, чтоб товар был свежий! Не то, что у некоторых! Ой, кого ты тут свежий товар? Да то твои креветки нужно еще людям доплачивать! Что ты плюешь на мои креветки? Они королевские! Королевские, они у тебя рабочие-крестьянские! Ай, эксперт нашлась, блин! Мужчина сейчас попробует мои креветки и сделает свой выбор правильный! Гляди, не отрави мужчину, а то мужчина может не успеть что-то сказать! Мужчина, здоровья не купишь, берите мои свежайшие! Мужчина, жизнь одна! Попробуйте мои креветки, я еще вам доплачу! Так, а я, знаете что, почти даром отдам и даже поцелую! А я, мужчина, вам спиночку кремом намажу! А я тогда, знаете что, не только спиночку, но и животик намажу! А я знаю, что мужчине сделаю! А знаете, что я вам сейчас сделаю? Мужчина, не надо! Не целовать меня, не мазать и ничего делать! Хорошо! Я куплю и у вас, и у вас! Ага, спасибо! Спасибо! Свежие креветки! Вот, возьмите! Ага! Не, ну это что-то мало! Мужчина! А за красивые глаза, а за разговоры нежные! Что еще людиком? Другое дело! Берем креветочку! Сейчас пакетик достану! Я же тебе говорила, а ты, не сработает, не сработает, а! Стопроцентный сбыт товара! Так у нас еще пахлавы куча, как ее сбыть? Ничего, жердя идут, сейчас и купят! Пахлава медовая! А моя медовая еще и с орешками! А моя медовая еще и с кунжутом! Пахлава медовая! Пахлава медовая! С орешками с кунжутом! Короче, и этот сосед мне до двух часов ночи спать не давал. Так я знаешь, что ему? Я ему с локтя... Потом, короче, вот так... Он уромоваши в голову ему сделал и об коленку руку сломал. Вот так... Блин, Сань, ну это жестоко! Ну так, нефиг со мной в Мортал Комбат садиться играть, если не умеешь, правильно? Да гадость, сволочь, уродость! Садите тут, опять ничего не делаете, да? Слушай, Сань, может ты вживую этот прием покажешь на вот этом экземпляре? Да нет, еще крякнет, есть идея получше. Кхе-кхе! Дедуля! А? А вы слышали, что гречку по 70 копеек продают? Где? На том конце города! Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! За спор, за спор, за спор! Все настроение с утра испортил! Ну, кому испортил, кому поднял! Чего хотел, дедуль? Справедливости я хотел! Не туда ты пришел, дедуля, за справедливостью! Ага, все дети тут и не видите, что у вас под носом творится! А что у нас творится? Теракт готовится! Какой теракт? Серьезный, настоящий! Все об этом говорят, одни вы только ничего не слышали! Какой теракт? Что взрывать будут? Дом будут взрывать! По улице Володарского, 46! Слышал, слышал! Видел, эти гады бандиты обсуждают, не стесняются прямо этот теракт! Стоят и обсуждают! Дедуль, так что конкретно ты слышал? Слышал, что говорят, взрывать будем говорят! А, да! Так кто теракт-то готовит? Арабы? Нет, наши! А может, евреи? Пока непонятно! Дедуль, ну что конкретно они говорили? Говорят, что вот-вот-вот! И что, главное, спрашивают у меня, как вы относитесь к этому теракту! Наглости набрались! Ты посмотри, какие вежливые террористы! Ага! А я взял он ему по горбу, гадина! И сразу к вам, сразу к вам! Вот, вот, смотрите! Во всех газетах уже пишут о теракте! Вот! Пожалуйста, полюбуйтесь! Снос ветхого жилья по улице Володарского! Да! Гады! Гады! Ну чего ты кипишуешь, дед? Ну снесут твою халупу, дадут тебе новую квартиру! Переедешь в другой район и будешь других ментов доставать! А лучше в другой город! А не хочу я в другой район! Я к вам уже прикипел! К нам прикипел? Расстрелять вас мало! Так я вот посажу тебя сейчас вот сюда поселю, в обезьянник! Ага! Гады сволочи! Я... 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 Я ваш участок взорву! Понял ты? Да ну иди! Иди отдай! Говно! Вот надо было его арестовать! Он реально наш участок взорвёт! Лучше пусть взрывает, чем я тут с ним 15 суток торчать буду! Лучше пусть взорвёт участок, чем мою голову! На троих!